Сборная России в составе 66 человек была представлена во всех видах спортивной программы. В нашу команду были включены курсанты пяти вузов Министерства обороны России. Костяк ее составили представители Военного института физической культуры Санкт-Петербурга. Эквадор далекий и загадочный. В те дни стал мировым центром кадетского спорта. Эквадор очень хорошо нас принял, очень хорошо встретил, подготовились очень хорошо, в общем, они старались. И, естественно, соревнования есть соревнования, куда бы мы ни приезжали, все в таких условиях и все в равных условиях, соответственно, побеждают сильнейшие. Поэтому те результаты, которые сегодня показала вся сборная команда военного силы России и мы в отдельности, показывают о том, что уровень подготовки, уровень соревнований, в общем-то, все в целом было очень замечательно. Во время игр курсанты высших военных учебных заведений из 24 стран сражались в ловкости, скорости и смелости. Им предстояло выявить сильнейших в шести дисциплинах – плавании, стрельбе, военном пятиборье, волейболе, спортивном ориентировании и легкой атлетике. Мы надеялись на победу, однако результат превзошел все ожидания. Сборная Вооруженных сил России уверенно победила в общекомандном зачете, завоевав 40 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых медалей. Особенно успешно выступили пловцы и легкоатлеты. Вторыми в общем зачете стали хозяева из Эквадора, завоевавшие 14 золотых, 22 серебряные и 23 бронзовые медали. Конечно, столь высокий результат наша команда не смогла бы показать без тщательно разработанной программы подготовки к играм. И еще, во время соревнований Эквадорские газеты писали об особой атмосфере, царившей в нашей команде, о высоком спортивном духе и патриотизме, которые помогали российским спортсменам добиваться ярких побед. Сборная России выглядела как сплоченный коллектив, потому что очень друг друга поддерживали, очень радовались победным друг друга. Всегда мы были с флагами, очень красивая экупировка, как общая, так и специальная, потому что ребята выступали в форме национальной команды сборной России. Она очень красивая. Поэтому вот все это смотрелось великолепно. Поэтому Россия выглядела и как лидер спортивный, и как лидер такой вот по восприятию. Это вот очень положительно. Ну и вот я уже про это говорил, что Россия единственный из европейских стран, которые присутствовали, очень тепло общалась с ребятами из Латинской Америки, с команд Латинской Америки. Поэтому вот тоже это было приятно, что Россию уважают, Россию любят. Россия так относится к ее спортсменам, так вот в будущем году состоится самое главное событие по линии СИЗМ. В Южной Корее пройдут шестые всемирные военные игры. Для участия в них из лучших армейских спортсменов будет сформирована сборная команды вооруженных сил России. Конкуренция будет высокая. Что ж, пожелаем армейцам успеха в борьбе с серьезными противниками. Субтитры создавал DimaTorzok